Привет народ, добро пожаловать в наши посиделочки, место где мы с вами обозреваем разные сериальчики. Вы продолжаете добивать меня тысячами просмотрами и сотнями лайками на извне, но я должен быть честным. Всегда, если допустим эпизод с колыбельной я им троечку поставил, то шестому эпизоду я поставил семерочку. А вот этому эпизоду в животе монстра я вообще поставил шестерку. Ну как бы это звезд с неба не хватает, честно говоря. Но стало поинтересней, потому что я уже вообще хотел забить на эту всю шабашкину контору. Ребят, вот честно, я не знаю будут ли продлевать на третий сезон. Я удивлюсь, а может кто-то просто отмывает деньги этим сериалом. Потому что по рейтингам он не должен продолжаться. Вот исходя из всех цифр, из всех наблюдений, за которыми я смотрю, за разными сериалами. Помните, когда «Воспитанные волками» прям посреди второго сезона я говорил, что этот сериал вряд ли продолжит. Когда мы делали обзоры по миру Дикого Запада, я боялся, что финальный сезон не снимут. Так и произошло. У меня здесь чуйка, что этот сезон не продолжат. За исключением, если кто-то где-то занимается этим проектом, как отмывание денег. Или же MGM+, им нужен просто какой-то сериал. Есть такое, что стриминговые платформы, они должны иметь определенное количество сериалов. У них уже есть набранный костяк актеров. Часто pay or play. Это у них заключенный контракт. Снимаются актеры, не снимаются. У них подписано, например, на 3-4 сезона, чтобы они не вставляли себя в расписание с другими сериалами. Что они вот забиты в эту ветку. И часто, например, актеры, все основные актеры из Мира Дикого Запада, они денежки получили. Представьте, деньги им заплатили за тот сезон, который сниматься не будет. И так очень часто. И может быть здесь точно так же. Может уже уплачено. Может MGM+, просто нужно иметь этот сериал у себя в базе. Поэтому они и будут из него выдаивать желчь столько, сколько можно. Ну не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Сегодня обозреваем... Дядя Вова был в отпуске, сами знаете. Поэтому сегодня обозреваем сразу два эпизода. И как-то... Может это тоже сработало? Когда... Это не тот сериал, который нужно смотреть по серии в неделю. Это нужно смотреть залпом. И оно тогда смотрится хорошо. Вот я две серии посмотрел. И у меня такое вот общее представление сложилось. Видюшка, наверное, получится невдобенно длинное. Посохранял кучу кадров. Но прежде чем мы пойдем туда... Тут, конечно, нечестно взяли такой самый классный кадр. Поставили прямо на обложку. Ну ладно. Прежде чем мы пойдем гулять по кадрам, хочу сказать огромное спасибо моим спонсорам. Верховному смотрителю спасибо. Спасибо большое, ребятушки, что не оставляете меня. На растерзание монстрам. Что вот вместе... Нет, ну все ушли на обед, а я вот это же прибежал к вам обсудить. Итак, еще раз, к сериям. Пас де дюкс. Я даже не додумался пас де дюкс. Что это обозначает? Сейчас дядь бы вам найдет. Что-то на латинице, наверное. Мининг. Так... Ага. The dance for two people. Это, короче говоря, танец двоих. Называется. Танец двоих назывался. Ну, понятное дело. Потому что, может, там видели балерина. Все выскакивало. Все там пыталось с нашим шерифом потанцевать. Молодой человек, пригласите танцевать, пригласите. И это же тоже в предыдущей серии нам напоминают. Мы видели эту балерину, эту музыкальную шкатулку, когда шериф встретился с дедом на цепях. И он говорит, быстрее, быстрее, пока музыка не закончила играть. Типа это как таймер какой-то. К чему-то что-то отчитывает. Ну, надеюсь, нам объяснят побольше с этой шкатулкой. Но эта шкатулка теперь приходит в видениях. Шкатулка ассоциируется с червяками. Потому что после того, как червяки ушли от шерифа, шкатулка что-то ему больше не появляется. Но у нас появляется два персонажа, которые с кровью шерифа вроде бы не взаимодействовали, а шкатулку они видят. Так что будем сопоставлять, что именно вызывает появление шкатулки. Червяки ли? И дают ли эти червяки возможность какие-то? Ладно. Закончился, помните, этот эпизод, когда пришел шериф к мамаше, говорит, мне надо поговорить. Типа пытался извиниться. Этот кричит, уходи. Не порть моей маме жизнь. И тут у него вроде бы ему показалось, что он вышел. Вроде бы он в церковь пришел. Заходит в церкви, никого нет. Шкатулка опять это играет. И балерина появилась. Ну, глюки конкретны. То, что эти червяки создают глюки для шерифа. Но, смотрите, смотрите, момент. Следите за движением рук. У нас есть жена этого архитектора парков. Она видит детей. Она тоже видит всякие ненормальности. Глюки к ней приходят. А червяков в ней мне показали. Теперь, миллионер, который свою программулину продал, он видит видение. Видение видит? Видит. А червяков нам не показали. Значит, червяки не дают видение. А что же тогда дают червяки? Простите, дядя Вова со своим кашлем. Чаек с медом пью. Уже, не знаю, дурацкий ковид. Иногда кажется, легкий выкашлил. Уже все восстановился, а с этим никак. И тут у меня вопрос. Так что ж такое дают червяки? И откуда приходят видения? Видения могли ли начаться после того... Еще один момент, который мы знаем про шерифа. Его укусил паук. Паук укусил. И, может быть, нам хотят показать, что у него видение от червяков, а может, на самом деле у него видение от укуса паука. Что если этого миллионера, когда он лежал в машине без сознания, что если его паук укусил? Что если, когда он спускался в подвал и видел там приваленное кольцо, к этим камням лежало зомби? Может, там его паук укусил? Может, у нас жена, когда копала палкой-копалкой, делала подкоп под домом, Может, ее там паук укусил? Может быть, все дело не в червях, а в пауках. Нас просто запутать хотят. Черви показывают. И черви, теперь, понятное дело, что это не глюки, что не только один человек видит черви, которые выстраиваются у него, что эти черви действительно, они, их можно видеть. Это вот эти вьетнамские флэшбэки на мухоморы, целующиеся из Last of Us. Помните, там тоже поцелуй был? Ой, а тут с червячками. Ну, подруга, такую на рубалку надо брать. Раз, по щечке похлопала, открыла червячок, и на карася. А можно головой сразу в воду и всех карасей вытащить. Ну, ладно, это тема про Пашать. Здравствуйте, до свидания. А оказывается, всего этого не было. Оказывается, он хряпнулся прям посреди кухни головой. И там, главное, показали кровушку. Видели, да, кровь показали? Все видели, да? И мальчонка вот прям таким крупным планом показали, как ручки вытирает. Я думал, а может, у него порез там? А может, ему перешло? Может, у него, оказывается, надо заветное слово сказать. Знаете, как вот это икотка бывает. Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Точно так же, червяки просто так не уходят. Нужно сказать, моя кровь, твоя кровь, туда иди, туда забери, там что-то такое. Как в Маугли, ты и я одной крови? Ну, вообще, мистика. Заколдрессированные черви. Вот до чего дошли технологии. Ну, надо все показать. Я чувствую, они там лазят. Ну, вот смотрите, если бы ко мне кто-то пришел и сказал, Мне червяки под кожей лазят. Что бы я сделал? Правильно. 0,3, дурка, здравствуйте. У меня клиент для вас тут. С червяками. Ну, как ты поверишь в такое? Даже если ты живешь в мистическом городке. Хорошо, он еще там, знаете, я помню, эпизод был «Секретные материалы» про скалка эмали. Фокс Малдер и Дона. Вот все, дядя Вове, мед и орехи надо. Память уже не к чертям. Фокс Малдер и Дона Скалли. Вот, и там тоже был такой эпизод, кто-то видел червяки, они себе рены везли, чтобы вытащить этих червяков, и все, и погибали таким образом. Ну, ладно. Руки почесались, мантура счесал, и девка вылезла, медсестра в фантах, Волочкова пришла, и давай тут накручивать. И хотела затащить, наверное, его к себе туда, в подвал, и споить паленой водкой. Но вовремя пришел в себя, а никто ничего не видел. Тем временем у нас начинается продовольственный кризис. Кстати, давайте внимательно будем следить за одежкой, которую носит у нас Фатима. У нее, кстати, там целая весенняя, летняя весенняя коллекция этих рубашек, разлетаяк. Ну, в общем, короче, это бабушка поехала за катки. Ну, вы знаете, нормальная женщина в возрасте, когда на даче собрала урожай, потом приехала, закрутки сделала в электричке, подтолкалась, там лохтями попихалась. Вы на мои помидоры не садитесь, вы мне яйца своими яйцами раздавите. Ой, ну, такое, жизня. Ну, короче говоря, бабка сказала, все, я еду делать закатки на зиму. Помидорчики, огурчики, патиссончики. Я по две ложки соли, ложка уксуса под крышку и кладовку. Позабирала все продукты, все на консервацию пошло. Это вот такая, ну, типичная бабушка. Ну, бабушка, ну, дай помидорку свежую покушать. Нет, это на зиму, это на Новый год, отставь. А потом на Новый год пооткрывали все, и никто ни хрена не жрет ничего. Почему? Потому что другим обидается. Тем временем, знаете, как гроза в раю, это нашла у нее бумажки, то, что она зависимая, что ехала в реп-центр. Это еще одно подтверждение тому, что люди не зря сюда попадают. Они вот на вот этой финальной линии что-либо, что-то с ними должно происходить. Такое вот они на финальной линии своей жизни. Кто-то больной едет на стадии, что вот-вот там рак. У меня вопрос, как отбирают этих людей? Сейчас будет небольшой спойлер к фильму «Пляж». Старый, Олд, по-моему, называется. Там про то, как люди приезжают в отпуск, а потом оказались на пляже, и все резко стареют. Все стареют, очень быстро стареют. А перед тем им напиток дают выпить специальный. И там твист замечательный. Если вдруг что, давайте я подержу монетку. Можете перемотать быстренько до того момента, пока я монетку не опустил. И там в том фильме было, что проводили опыты, специально привозили туда больных людей и ускоряли их время, и смотрели, как на них будет реагировать медицина. То, что там опыты какие-то, если бы надо было проводить 20-30 лет, тут за сутки, за двое суток можно было уже определить все, как тот человек, как будет реагировать. Работает это медицинная или не работает. И они специально отбирали больных людей для этого отпуска. Что если здесь тоже специальную группу людей отбирали для того, чтобы проводить на них опыты. У нас там жена шерифа, она с кукухой немножко чуть-чуть, чтобы вошла там подстреливать людей. Может быть все с каким-то вот сюда недугом приезжают, и для них это как второй шанс или опыт какой-то. Не знаю, смотрим. Но что-то вот в этот момент мне вспомнилось про этот фильм «Старение». Он у нас «Олд», по-моему, называется. Это говорит, все, прячу от тебя витаминки, прячу пиктусинки, и это даже, как его там, аскорбиновую кислоту не получишь. А-то говорит, ну пожалуйста, ну хотя бы эту, живайку какую-нибудь, пентагончика. Нет, ничего тебе не надо. А глюкозу, как шоколадка. А помните эти такие, эти были, плитки шоколада из коровичьей крови были. Помните такое, в детстве вам давали? Олды. Вы здесь помните? Такое вот резиновое, тягучее, очень-очень сладкое, и этим кормили. Ой, я когда вспомнил, точнее, когда узнал, что это сделано из крови и крови, и детей заставляли это есть. Ой, тема про пожрать, до свидания. Ну это же, этот тоже пришел, у них медсестра на третьем курсе, она у нас и психолог, и хирург, и все на свете. И тоже не поверила, эти закатки делают весело вместе. А в общежитии поножовщина началась. Мужик не умеет ножом пользоваться, и ткнул мальчика нечаянно. Теперь мальчик с дырочкой. Пробил ему легкое. И такой, что тут, что тут, что случилось? Вообще, правило, не вытаскиваем, что когда вас где-то чем-то кольнули. Не вытаскиваем, сами ничего. Едем к доктору, быстренько бегом, и там они уже пускай все это из вас вытаскивают. Потому что пока оно здесь, оно закрывает, чтобы кровотечение не началось. По крайней мере, так для любого научили в анатомии страсти. Не знаю. Сериал и насмотрелся. Ой, мое медицинское образование берется из 16 сезонов анатомии страсти. Все, быстренько в машину, в мальчишка так темненький, который вообще молодец, сообразил, пошел, не испугался, сел за драндулет, поехали. Я вообще думал, сейчас будут эти зомби под колеса кидаться. И самое что интересное, ходят такие, ходят, смотрят, улыбаются. У этого продолжаются глюки с пастором. Так удобно, конечно. Не надо в церковь на исповеди ходить. Пастор сам себе появляется, когда надо. Потер библию. Опа. И пастор появился. Ой, ну тут все. Конечно, драма. Мы сейчас вас будем лечить, штопать, легкое переливание крови. Этот мальчик, который азиатской наружности говорит, давайте все, быстро подключаемся. Он говорит, да ты понимаешь, червяки, червяки. Все говорят, да глюки у деда, глюки. Прижимайте его, подключайте. А тут червяки проявились самостоятельно. Прятались, прятались. И в какой-то момент вдруг проявились. Ну надо же, совпадение. Не думаю. И девка, у которой ломки скоро начинаются, говорит, я вижу червяков. И все увидели червяков, и все резко ему поверили. Ну и тогда этому стало стыдно. И говорит, давай, моя кровь, твоя кровь, передавай червяков мне, чтобы ты мог сделать переливание. А потом ты этих червяков себе заберешь обратно. Ну такие червяки, знаете, путешественники. И самое что интересное, что червяки там они, ну типа, тусуются одной групповухой. Никуда бы, друг без дружки не ходит. Если бы я был червяком, например. Представляю. То я бы, о, новая квартира появилась. Давайте половину нашего семейства выселяем. Пусть идут в новое общежитие. А нам побольше места будет. Нет, оказывается, эти червяки все путешествуют вместе. Ну не могут друг без друга. Такой вот общий интеллект. Ну ладно. Так бы, сейчас бы поразносили бы этих червяков по всему общежитию. Ну ладно. И тут ему приходит великая идея. Сейчас, говорит, я пойду. А если тебя загрызут? А если тебя съедят? И все? Ни кровь не пересадить, ни... Ну вот, что ты добился? Ну ладно, хорошо. Пришел, схватил мальчика. У мальчика такие мечты светлые были. Он водителем автобуса хотел быть. Пришел, улыбается. Говорит, ой, как мне нравится эта игра. Давай играть дальше. А он ему бритвой по горлу и в колодец. Приложил мои черви, твои черви. Моя кровь, твоя кровь. Абра-кадабра. Как там? Ахалай-махалай. Все. Этот стоит, улыбается. А черви начали лазить. Видать, поняли, что в организме что-то не то. Кровяки нет, неинтересное. И все. И перегорел на производстве мальчонка. Такой молодой, такой красивый. Красивый, подающий надежды. Блиндинчик. Все. Превратился в монстра. Вся. Весь грим спал. А эти, главное, такие пришли и смотрят. У меня вообще-то вот тоже складывали. Они боты какие-то. Боты. И у них, они, кажется, даже едят людей не из-за того, что, может, им есть хочется. И они такие стоят и смотрят. А что-то с ним случилось. Вообще, может, это инопланетяне какие-то. Ну, это вот, знаете, как... Есть еда, которую вот очень мы любим кушать. А иногда надо вот корешки там какие-то, орешки, может быть. Типа, можем поесть, но не с великим восторгом. Может, точно так же и здесь. Может, вообще-то все для них развлечений. Ладно, поговорим больше, когда вскрытие проявлено. Ну, и малой бабке признался, я боюсь. Понятное дело, боишься. Бабка оттолкнула такую речь хорошую о том, что страх, это тоже часть нас. С этим, значит, ты живой. Все дела. У Фатимы новая уже накидка появилась. Переоделась. И это та же накидка, которая была раньше. Да, это та же, которая еще не переоделась. Позже, чуть позже переоделся. Потому что тут еще в кровячке. Ой, я его почти потеряла. Говорит, а тест на беременность у тебя есть? Это хорошо. Сейчас пошерудим по ящикам. И найдем. А если нет, то... Как в этом сериале Великая. На пшеницу пописаешь, лягушку сверху посадим и все. Точно узнаем, беременная или не беременная. И смотрят в окошко. И думают, ну все, теперь у нас есть этот трофейный экспонат. Будем проводить опыты. Не, ну правильно, чтобы знать своего врага, нужно его изучить. Все, возвращаемся. Сразу, мне было хорошо. Я смотрел две серии подряд. И вам хорошо. Если вы могли поставить двойную лайку, я надеюсь, вы поставили. Вот сейчас самое время, если вы еще не поставили. Вот дядя Вове, лайкос. Потому что все равно, я вижу, так мы продолжаем обозревать этот сериальчик. И самое время написать какой-нибудь второй комментарий. Вот один комментарий по первому эпизоду и второй комментарий по второму эпизоду. Но тут этой серии я поставил шестерочку. Она такая более была проходная. Но, тем не менее, было интересно, как они решили вот проводить вскрытие этого монстра. Малого отправили лечиться в пансионат. В общеряху туда. Это держит под замком нападателя. И говорит ему, говорит, да, продуктов маловато, но не подталкивай нас на необдуманные решения. Серьезные какие-то. Типа, лишних ртов нужно, если избежать, то почему не отправить дядьку в ящик? Он такой упитанный дядька, кушает очень много помидорчиков, наверное. Этим временем. Жена с этим, ссорятся, ругаются. Не могут решить, как воспитывать детей. Не, ну, я ее понимаю. Вот что мы малых под замок посадим? По крайней мере, мы знаем, куда они идут. Познаем, с кем они тусуются. Ой, у этого свои глюки. А эти вот играют в операционную. У вас когда-нибудь играли в игра, такая операция? Там двумя металлическими фиговинами нужно лежит такое тело. И там маленькие пластмассовые органы. Их нужно двумя штучками аккуратненько поднять и не зацепить стеночки. А когда зацепляешь стеночки, вся эта игра дрожит. Никогда не играли в такое? Ой, найдите. Найдите у себя в магазинах операция называется. Особенно, если играть с друзьями, когда после вот немножечко для расслабончика. Ой, там вообще красота. Эти сердца и легкие летят в разные стороны только так. Когда нечаянно где-то что-то зацепил. Нет, дядя Вова хирургом никогда бы, наверное, не был. Ну и тут тоже же пытаются вскрыть, пытаются определиться, кто с какого места. Надо было сразу определить, мальчик или девочка. Надо было с этого начинать. Надо было посмотреть, что за зубы, что ел. Волосы настоящие или парик. Хвост есть или копыта. Драма, 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 драма. Проматываем этот. Мы же с тобой команда. Нет, мы с тобой больше не команда. Я рад, что к тебе приехала твоя невеста. Теперь ты с ней команда. Это мексиканский сериал. Честное слово. Тут даже это. Немножечко блеванулось. Все. Короче, сделали вскрытие. И оказалось, что органы все как у человека. Но все сухое. Тогда каким образом он существует? Доктора, конечно, переклинило. Она начала его тыкать, 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 тыкать. Натыкало, что желчи пошла. А поправьте меня правильно. Знающие люди, опять-таки, весь мой медицинский опыт из анатомии и страсти. Желчь отвечает за переработку пищи, нет? Вот. Чтобы еда растворялась. Да или нет? Объясните мне, пожалуйста. Если есть желчь в нем, значит, они не дышат, сердце у них не бьется, но у них есть орган для того, чтобы переваривать еду. Потому что они же, а, кусают, кушают, значит, какают. А туалетная бумага у них есть. А откуда? Или ходят за грязной попой? Ну, короче говоря, вопросов больше, чем ответов. Но, тем не менее, желчь нашли, пузырик собрали и теперь будут думать, откуда эта желчь появилась. Если эта желчь, часть червяков там осталась, червяковая ДНК. А где эти червяки? Залезли-то, залезли. Перелезли-то, перелезли. И где они? Где они посидели? Или из уха вылезли и поразбежались, пока он лежал? Ну, не знаю. Ждем. Теперь мы узнаем про этого пацана, который себе кресло на крышу в автобусе поставил. Оказывается, у него дрон есть. Племянник увезет. И нашли друг друга. Очень интересные у нас парочки тут образовываются. Ну, не парочки, не шпили вели, а именно вот такие вот сюжетные парочки. Этот спрятал всю антенну от бабки. И теперь думаю, так, сейчас мы эту антенну присобачим на дрон, поднимем как можно выше и попробуем. Мало нам было того, что мы попытались выйти на связь. У меня вопрос. Неужели этот сезон закончится опять? Мы подключили антенну, опять вышли на связь и опять говорим с каким-то голосом. И какая-то новая херня произошла. Наступит зима, например. Потому что у нас Виктор ходит и говорит, кажется, дождь начинается. Кажется, дождь. Листочки желтые. Ходит все деревья, измеряет ближе. Говорит, изменения это неправильно. Оказывается, осени здесь не было. Вообще. Сколько лет уже этот Виктор здесь живет? Он был такой же, как этот малой Шпендель ходил со своим чемоданчиком. Явно уже лет 30-40 он тут живет. И осени до этого не было в этом магическом месте. А теперь осень. Что-то случилось. Какое-то проклятие пришло. Зовите нашу Галадриэль. Зовите Галадриэль. Она тоже там разбиралась с тем, что проклятие пришло на деревья. Там листочки опадали. Но они записывают, высчитывают. Поругал его, что у него оранжевый фломастер ты мне подарил. Плохой ты так вот. Стараешься. Покупаешь подарок, а потом оказывается, что оранжевый фломастер сухой. И все. Теперь тебя не любят. Ну, в общем, интересно. Интересно, к чему это все приведет. У этой все глюки. Ломка началась. И почему она увидела тоже балерину. Балерина является тем, кто на грани сумасшествия, на грани смерти. Какого хрена балерина появляется? И что она дает? Она помогает исцелять. Что дает эта балерина? Ни хрена не понятно. Эта пришла, этот пытается в баре. Самогонный аппарат новый сделать. Более чистый. Гнать. А что еще делать? Ничего не получилось. Уехать не получается. Надо хоть набухариться. Как следует. Ну, они сошлись. Давай делиться своим опытом. Это видит детей. Этот видит знаков. И каких-то воинов. Гражданской войны. Пытаются совместить. Она говорит. О, я этот символ тоже видела. Ну, пускай. Следствие ведут колобки. Бухие. Теперь. Теперь. Все. Это уже поменяла. Свою тунику. Это Фатима. С маками такими. Шелковая. Это же пришла ее проведывать. Типа все хорошо. У этой пока в люке она видит балерину. И видит то тело ходячее. Типа восстало. И каким-то образом она соединена теперь в одном видении с шерифом. Что происходит? Вот что происходит? Ни хрена не понимаю. Почему она в одном видении с шерифом? Когда к ней черви попали? И черви лет. Или ее тоже паук укусил? Это пришла в теплицу. А в теплице, оказывается, не только осень наступила. А вообще вся земля испортилась. Вся земля испортилась. И от растения вянут. Они раньше тут и картошку, и помидоры. Все это выращивали. А теперь все это дохнет. Мне понравился момент, что как создатель парков, он говорит, они наращивают градус тревожности. И это, знаете, вроде бы сериал фигня. Где-то поржали, то-се. А я же в отпуске был. Один день мы с детьми были в Диснейленде. А в другой день были в Universal Studio. И вот мы на разных аттракционах были. И самый последний аттракцион, который сделан, называется полет с Хагридом. Там ты садишься в мотоцикл такой. Тебя пристегивает. И вот ты едешь. И я когда ехал, когда я стоял в очереди, когда я обрабатывал все петли, которые они придумают, какие-то моменты, где-то что-то выскакивает, когда падает. Вроде бы ты едешь-едешь, и вдруг ты проваливаешься под землю. Какие-то вот моменты сделаны, которых раньше не было, которых ты не ожидаешь. И как бы, ну, горки-то горки, американские горки, сто раз на них ездил. А тут именно какой-то момент и туман сделали, что ты в туман как будто въезжаешь. В какой-то момент ты назад начинаешь ехать, вроде непривычно. И тоже, вот я говорю, проваливание, и какие-то петли интересные. И вот я тоже думал про вот этот сериал, что кто-то разрабатывает все это. Какие-то опыты проводятся. Кто-то что-то придумывает для того, чтобы создать уникальное впечатление, развлечение. Чтобы это не было похоже на что-то, что было раньше. И всегда строится вот это вот ощущение тревожности. Благодаря ему создается больший всплеск адреналина, когда что-то происходит. Когда там Гарри Поттер выскакивает на метле, или там дракон плюет огнем. И перед этим вот набирает-набирает саспенс. И мне кажется, что в чем-то создатель парков и прав. Что все здесь построено на том, что все это развлечение своего рода. Может быть монстры съедают тех, кто перестает сопротивляться. Может быть если... Они же не бегают ни за кем. Если так вот подумать о всех тех, кого они там сжирали. Эти люди сами приходили к этим монстрам. Сами посмотрели. То девочка открыла окошечко, кушай меня бабушка. То люди, которые... Ой, помогите-ка, хорошо, что мы вас встретили. Там за нами люди с пистолетиками бегают. А вот вы хорошие, вы нам поможете. Или человек, который в этом был. В коробку, которого закрыли. Ну короче говоря, по сути, в принципе, кто хочет убежать, мог бы убежать. Наверное, за исключением только мужика, которого завалили по дому. Ладно. В общем, это такая вот тоже мысля. Что эти монстры, они там ходят и сжирают только тех лягушек, которые перестали бить лапками. Ладно. Говорит, это же счастье, что ты беременная. Говорит, а я не могла забеременеть. И тут интересно, да? Земля перестает быть плодородной, а чудеса начинают происходить. У этого проходят его симптомы болезни шерифа. Это забеременела. Что происходит? Что происходит? Каким образом? Помните, в Лост тоже там была женщина, которая была с раком, да? Рака исцелилась. Джон Лок на самолете упал, парализованный был. Начал ходить. Короче говоря, мистика и непонятки. Но туника с маками, такими желтенький, фиолетовый, пиончик. Запоминаем. Теперь эта девка все дружит с этим мальчиком. Она ему говорит, понятное дело, что тут безумие. Что мне помогает? Я принимаю ванную, опускаюсь, ушки в воду. И это мне тоже помогает. Мне тоже так очень нравится. Собраться с мыслями, погрузиться в воду и отпустить. Это приходит, говорит, мне есть тебе, что рассказать. Ну, естественно, она ему расскажет про ребенка, но нам этого не показали. Этот с бутылочкой желчи ходит, думай теперь, как этим использоваться. Эта простила свою наркоманку подружку. Пришла ее, обнимает пока у той ломка. И она ей рассказала про музыкальную шкатулку, кстати. А у этой даже ничего нет, а не щелкнула по поводу музыкальной шкатулки. Этот набирает воду, решил погрузиться. И тоже появляется музыкальная шкатулка. И появляется... Фатима же это. Фаина, Фадина Фатима. По тунике такой. Желтенькие, красненькие цветочки. По крайней мере, это стиль такой, как она носит. Желтенькая ночнушка. Есть у нее желтенькая? Нет, тут вроде черненькая ночнушка. Короче говоря, кто будет пересматривать старые серии, вдруг найдите. Есть ли у Фатимы такая желтая ночнушка с вот такой вот туникой? Желтыми цветочками, желтые, красные. Но это из ее гардеробчика. Понятное дело, что малой видит видения разные. Что она следующее? Сойдет таки с ума? Каким образом просто люди превращаются в монстров? Ладно, ждем. Все, на этом мой обзор, разбор, дозор окончен. Две серии в одной сегодня. Так что жду вас в комментариях. Обсудим обе. Все, а на этом обзор, разбор, дозор окончен. Всего хорошего. Пока.